Завершился месяц патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы. Сколько ребят участвовало в мероприятиях и кто стал победителем патриотических соревнований. Она вырастила 10 детей, награждена медалью и орденами «Материнская слава и мать-героиня». С юбилеем многодетную маму Светлану Урусову поздравил глава региона. Кто признал лучшим специалистом многофункционального центра Карачаева-Черкесии, теперь представит республику в федеральном этапе. Подвели итоги жуготного конкурса. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии стали победителями чемпионата России по Атеквандо в Самаре. Впечатлениями и планами чемпионы поделились с нашей программой. Здравствуйте на телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов подписал указ, согласно которому в связи с трагическим событием, произошедшим на территории города Карачаевска, будет оказана единовременная материальная помощь семьям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников отдела Министерства внутренних дел России Карачаевский в размере 1 миллиона рублей. Сотруднику, получившему ранение при выполнении служебных обязанностей, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 тысяч рублей. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь и поручил министру здравоохранения держать на личном контроле ход лечения раненого сотрудника. Другим темам в Черкесске торжественно закрыли месяц патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы. В этом году патриотический месяц проходил под девизом «Есть такая профессия – родину защищать». И в школах Черкеска проводились викторины, конкурсы, спортивные состязания, просветительские и исторические акции. Официальное закрытие месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы совпало с Днем призывника. Эти две даты объединили в один большой праздник, в котором приняли участие представители органов власти, учащиеся школы, юно-армейцы, будущие защитники Отечества и их родители и наша съемочная группа. Мадина Каракетова подробнее. Для каждого в этом зале Отечества, честь, долг – не просто слова, а не наполнены глубочайшим смыслом. Обращаясь к собравшимся от имени главы Карачаева Черкесии, первый заместитель руководителя администрации главы правительства республики Марат Хубиф отметил, что несмотря на юный возраст, в ребятах уже видно желание служить Отечеству и защищать ее интересы. Пол мира с непониманием смотрит и не может найти ответ, откуда вчерашние мальчишки, школьники, студенты, работники сельского хозяйства, инженеры-айтишники проявляют героизм, выполняя приказы своих командиров в зоне специальной военной операции. Но ответ здесь очень простой, потому что в наших жилах живет память о героизме наших предков, кто смог выстоять натип с фашизма и смог сломать ему хребет. Пожелал молодежи стремиться к знаниям, здоровому образу жизни, потому что именно им предстоит управлять страной и принимать вызовы современного бурлящего мира. Участников мероприятия приветствовал мэр Черкеска Алексей Баскаев, который поблагодарил преподавателей за ответственность и усердие в организации интересных мероприятий, поводов и событий в рамках месяца патриотической спортивной и оборонно-массовой работы. В них приняли участие более 15 тысяч ребят. Отрадно, что не только в канун 9 мая, но в течение всего учебного года в школах Черкеска, в учреждениях дополнительного образования проходят уроки мужества, выставки, показы кинофильмов, дискуссии, направленные на бережное отношение к истории нашей Родины. А еще в образовательных организациях города с особым вниманием и трепетом ведется сбор материалов, документов и фотографий, связанных с военным временем. Перед будущими призывниками и их родителями выступил военный комиссар Прикубанского района Александр Чернышев, который рассказал, что в этот призыв Карачаево-Черкесия отправит в ряды вооруженных сил России более 350 человек. Ребята будут проходить службу во всех видах и родах войск, кроме этого в Росгвардии и в Министерстве по червячайным ситуациям. Принятое решение, что практически все наши призывники, когда прибудут воинские части, будут проходить учебные сборы, при которых будут обладевать военно-учетными специальностями, конкретными уже наводчики, стрелки, артиллеристы. Не просто проходить, а прямо получать определенные воинские специальности, которые потом, впоследствии, они могут превратиться, если вдруг опять будет война. Также довел до сведений будущих призывников, что распределят их в том числе и военные части на новых российских территориях. Но поспешил успокоить родителей, что службу их дети будут проходить в специальных подразделениях. После состоялось торжественное награждение победителей патриотических состязаний, состоявшихся в рамках месяца патриотической спортивной и оборонно-массовой работы. Мадина Каракетова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Семья Василенко-Гудовцовых из Карачаева-Черкесии вышла в финал конкурса. Это у нас семейная президентская платформа «Россия – страна возможностей». Сибу победу в состязаниях, проходивших в год семи, одержали 40 семейных команд. Победителями окружных полуфиналов конкурса стали 25 команд из ЮФО, 7 семей из СКФО и 8 из новых регионов России. У них разные взгляды на работу, досуг и другие жизненные аспекты, но они показали, как сильно любят, уважают и ценят друг друга. Василенко-Гудовцовы из поселка Кавказского. Это мама Мария и папа Олег, дети Демит и Роман, бабушка с дедушкой Светлана Николаевна и Василий Михайлович. Вся семья любит спорты и путешествия, заниматься творчеством, в том числе создавать новые интересные вещи. Победители будут определены по итогам оценочных этапов конкурса, включающих творческие, интеллектуальные и спортивные задания. Финал пройдет летом. Победители будут объявлены в День семьи и любви и верности 8 июля. 30 семей победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 финалистов отправятся в большие семейные путешествия. Яркий пример трудолюбия и воспитания детей, почитания и сохранения семейных традиций Светлана Урусова. Она отмечает 80-летний юбилей. Светлана Ливна вырастила 10 детей, награждена медалью материнства, орденами материнская слава 1, 2 и 3 степени. За свой родительский подвиг она удостоена и медалью ордена «Золотой звезды, мать-героиня» и знаком «Золотое сердце», а также дипломом «Семья России». А еще Светлана Урусова стала победителем конкурса «Женщина года». Свой юбилей она встречает в кругу большой семьи. По поручению главы Карачева-Черкесии Рашида Тимрезова ее поздравила министр труда и социального развития Динара Камурзаева. Уважаемая Светлана Алиевна, от имени многонационального народа Карачаева-Черкесии и от меня лично примите искреннее поздравление с юбилеем, 80-летием со дня рождения. Вы – пример истинной матери, героини, воспитавшей 10 прекрасных и, главное, достойных граждан России. А сейчас вы также с любовью и полной самоотдачей помогаете детям воспитывать внука. Безусловно, это является настоящим подвигом и истинным примером патриотизма и любви к своей Родине. Уверен, ваша жизненная позиция и самоотверженность стали источником вдохновения для всех, кто вас любит и уважает. Очень важно, что вы всегда находите время для общественной деятельности и всегда занимаете активную гражданскую позицию. Очень знаково, что ваш юбилей мы отмечаем в год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Решение нашего национального лидера направлено на сохранение традиционных семейных ценностей, которыми всегда славилась наша республика. Глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов поздравил мать-героиню Светлану Урусову. Светлана Алиевна не только посвятила свою жизнь гордому призванию материнства, но и принимала активное участие в общественной жизни республики. Символично, что юбилей совпал с годом семьи, объявленным в нашей стране президентом России. С большим удовольствием принял решение о награждении Светланы Алиевны высшей государственной наградой республики орденом за заслуги перед Карачаевой Черкесской республики. Спасибо Светлане Алиевне за пример истинной любви к родине и активную гражданскую позицию. От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни в кругу любимых, родных и близких. Говорится в поздравлении главы Карачаевой Черкесии. Кто стал лучшим специалистом многофункционального центра Карачаевой Черкесии? В конкурсе участвовали специалисты ведомства со всей республики. Для чего проводятся конкурсы и какие цели преследует его организатор, узнавала Альбина Ламкова. Сами вопросы несложные, просто надо чуть подумать и ответить, сосредоточиться и правильно ответить на данные вопросы. Сколько всего вопросов? 50 вопросов всего, из которых я прошла 21. Елена Евзеева работает в многофункциональном центре более пяти лет. Конкурс только начался в запасе у Елены много времени. В данный период проходит этап тестирования. Соревнуются 12 человек. Данное мероприятие проводится с 2015 года и стало ежегодным. Сейчас идет отборочный этап для последующего участия в федеральном. Конкурс проводится в целях повышения престижа профессии работников МФЦ, профессионального мастерства и улучшения качества обслуживания заявителей. Проверяем знания специалистов, касаемые их деятельности именно. То есть приемы обращений, правила оказания услуг, сроки и так далее, перечень документов. Тестирование состоялось в операционном зале. За ходом его проведения наблюдало три человека. Сами тесты по определению уровня профессионального мастерства сформированы на основании федерального, регионального и муниципального законодательства, используемые в работе специалистов. Руководство уверено в знаниях своих сотрудников на 100%. Каждый из специалистов умеет быстро работать с документами, терпелив и вежлив. А улыбка служит показателем профессионализма специалиста. В Карачаево-Черкесской республике создана и успешно функционирует сеть многофункциональных центров, которая на сегодняшний день состоит из 13 полноценных многофункциональных центров, расположенных по одному в каждом муниципальном районе Карачаевской республики и два в городе Черкесске. Создание института многофункциональных центров признано одним из успешных социальных проектов страны, а их деятельность стала неотъемлемой частью нашей жизни. Вместе, помогая друг другу, можно стать профессионалом, в результате повысив качество и доступность предоставления услуг. Это основная цель специалиста в МФЦ. Какими еще навыками участники конкурса обладают, рассказали на финальном этапе. Каждый представил эссе. Затем путем открытого голосования члены конкурсной комиссии выявили победителя. И лучшим универсальным специалистом стала Эльвира Узденова из Карачаевского района. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Юные спортсмены Карачаева, Черкесии стали победителями, призерами чемпионата России по тэквондо, который проходил в Самаре. Ребята тренируются в спортивном клубе «Дикая дивизия» под руководством чемпиона мира Руслана Хутова. С чемпионами и их тренером встретился наш корреспондент Алихан Лепшоков. Мастерские выверенные удары, гибкость и выносливость демонстрируют юные воспитанники клуба «Дикая дивизия». Тренер юных тэквондистов, чемпион мира Руслан Хутов обращает особое внимание не только физической подготовке спортсменов, но и духовному состоянию. Совсем недавно шесть ребят стали чемпионами и призерами чемпионата России, показав стойкость и мастерство. Благодаря хорошей подготовке нам удалось завоевать призовые места, отмечает тренер Руслан Хутов. «Воспитанники клуба «Дикая дивизия» в составе шести человек мы поехали в город Самару, выступили очень достойно и чемпионы России, и призеры есть. Но шикарный результат, я доволен вполне. Бои все красочные были, по крайней мере наши дети хорошо выступили, на уровне, так скажем, задали хороший темп соперникам своим. Переживания были только за проходной бой, чтобы не слететь. В каждый удар нужно вкладываться, и что важно, выполнять наставления тренера. Воспитанники клуба «Дикая дивизия» упорно тренируются, обращая особое внимание на кондицию, оттачивая приемы. Одержать победу в чемпионате нам удалось благодаря серьезным тренировкам и, конечно же, победному настрою. «Чуть был мандраж, ну, сразу это всегда у всех есть. Я старался выиграть, ну, уже как получилось второе». «Вот когда готовил тренер, на что внимание обращал? На какие техники тогда?» «Ну, больше в связках работать, там нога, рука, ну, и так повторять больше». Данил Синьков достойно вышел в финал и в жесткой схватке одержал победу и стал чемпионом России. Юный боец отмечает, чтобы одержать победу, необходимо прислушаться к советам тренера. И главное – не сдаваться. «Было нормально, немного сложно. Подготовка тренера была очень усердной и сильной и взволнованной. Я хочу поблагодарить своего тренера за усердные тренировки, за хорошее отношение и, в частности, за уважение». Ребята продолжают усердно тренироваться и готовятся уже к следующим соревнованиям. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. И еще о спорте. Спортсмен из Карачаево, Черкесии Анзор Гогов завоевал бронзовую медаль первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, весовой категории до 60 килограммов. Соревнования прошли в Красноярске, и в них приняли участие 532 спортсмена из 63 регионов страны. Тренируют дзюдоиста Руслан Кишмахов, Азамат Охтов и Муса Кишмахов. Далее в нашем эфире смотрите программу «Сила права». Ее тема «Алиментные обязательства» со старшим помощником прокурора республики Еленой Дармаграевой встретилась наш корреспондент Белла Джизаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова